Вера, обнаруживаемая в жертвеннике всесожжения Исход, глава двадцать седьмая, стихи первый, восьмой И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей И шириною пяти локтей Так, чтобы он был четырехугольный и вышиною трёх локтей И сделай роги на четырёх углах его Так, чтобы роги выходили из него И обложи его медью Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла И лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы Все принадлежности сделай из меди Сделай к нему решётку, рот сетки из меди И сделай на сетке на четырёх углах её четыре кольца медных И положи её по окраине жертвенника Жертвенника внизу Так, чтобы сетка была до половины жертвенника И сделай шесты для жертвенника Шесты из дерева сетим И обложи их медью И вкладывай шесты его в кольца Так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника Когда нести его Сделай его пустой внутри Дощатый Как показано тебе на горе Так пусть сделают Мне бы хотелось поговорить о вере Обнаруживаемой в жертвеннике всесожжения Когда израильтяне нарушали хотя бы одну из шестиста тринадцати статей Составляющих закон Божий Или его заповеди Которые они должны были соблюдать каждый день И когда они признавали свои грехи Они приносили Богу в жертву животных Без пороков и изъянов Согласно обряду жертвоприношения Установленному Богом Место, где они приносили эти жертвы Называлось алтарем Жертвенником всесожжения Множество израильтян получили прощение грехов Возложив руки на голову жертвенного животного без порока Перерезав ему горло Пролив его кровь Окропив этой кровью рога жертвенника всесожжения А остаток крови Пролив на землю И предав огню Мясо жертвы на алтаре Каково духовное значение Жертвенника всесожжения? Жертвенник всесожжения Размером по 2 метра 25 сантиметров в длину И ширину И 1 метр 35 сантиметров в высоту Был сделан из дерева акации И покрыт медью Каждый израильтянин Глядя на этот жертвенник всесожжения Понимал, что он обречен на осуждение За свои грехи И не может избежать наказания за них И подобно тому Как жертвенное животное Предавалось смерти Так и израильтяне Осознавали, что они также Должны будут умереть Из-за своих грехов Однако они также Уверовали в то Что Мессия Придет на эту землю И смоет все их грехи тем Что будет осужден И приговорен к смерти Подобно жертвенному животному Из-за их же грехов Жертвенник всесожжения Являлся прообразом Иисуса Христа Нашего Спасителя Так же, как животные Без порока Приносились в жертву Путем возложения рук И пролития крови Так и Иисус Христос Пришел к нам Как Сын Божий И понес наказание За все наши грехи Подобно тому Как жертвенные животные Ветхого Завета Должны были принять Все грехи Через возложение рук И пролитие их крови Так и Он Принял на себя Все грехи мира Переданные на него В момент принятия Крещения От Иоанна Крестителя И понес наказание За все эти грехи Пролив кровь на кресте Таким образом Жертвенник всесожжения Показывает нам Что Иисус Христос Взял на себя Все грехи мира Своим крещением Умер на кресте Воскрес из мертвых И тем самым Спас нас Израильтяне Чтобы их грехи Были прощены Должны были приносить Свои жертвы На жертвенник всесожжения Анализируя Четвертую главу Книги Левит Мы видим Что если согрешал Кто-либо Из помазанных Священников Правителей Весь народ Израильский В целом Или кто-то Из простого народа То все они могли Получить Прощение грехов Принеся богу В жертву Определенное Животное Для этого Необходимо было Возложить руки На голову Этого Жертвенного Животного Убить его Пустив ему Кровь И положив его На алтарь Всесожжения Принести В жертву Богу Поскольку Жертвенник Всесожжения Был тем Местом Где Израильтяне Приносили Жертвы За Каждодневные Грехи То Обычно Не было И дня Чтобы Это место Не было Людным Израильтяне Которые Хотели Избавиться От Их Грехов Готовили Животного Без Порока И Приносили Его Богу На Жертвеннике Всесожжения В качестве Жертвы Грешники Перекладывали Все свои Грехи На Жертвенное Животное Возлагая На его Голову Руки И В качестве Наказания За Эти Грехи Проливали Его Кровь Перерезав Ему Горло Затем Священники Проливали Кровь Этого Жертвенного Животного На Рога Жертвенника Всесожжения И Сжигали Мясо И Жир Животного На Жертвеннике Вот Как Народ Израиля Получил Прощение Грехов Независимо От Того Кто Был Грешником Был Ли Это Начальник Первосвященник Рядовой Священник Весь Израильский Народ В целом Или Кто-либо Из Простых Граждан Они Должны Были Получить Прощение Грехов Принеся В качестве Жертвы Богу Тельца Козла Или Барана Грешники Или Их Представители Должны Были Возлагать Руки На Голову Жертвы Убивать Ее Окроплять Кровью Рога Жертвенника Всесожжения Проливать Остаток Крови На Землю И Затем Сжигать Жир Жертвенного Животного Чтобы Их Грехи Были Прощены Таким Образом Очень Многие Должны Были Приносить Жертвенных Животных На Алтарь Всесожжения Возлагать Руки На Их Головы Проливать Их Кровь И Отдавать Кровь Священникам Жертвы Которые Приносились На Алтарь Всесожжения Должны Были Быть Без Порока Или Какого Либо Изъяна И Когда Грешники Приносили Жертвы Богу Они Должны Были Быть Уверены Что Они Приносят Животных Которые Действительно Без Порока Пред Богом И Только При Возложении Рук На Головы Таких Животных Грехи Переходили На Них Обычно Человек Который Согрешил Должен Был Сам Возложить Руки На Жертвенное Животное Но Когда Согрешал Весь Израильский Народ Как Таковой То Руки На Жертву Возлагали Его Представители Старейшины Левит Глава Четвертая Стих Пятнадцатый Конечно Жертвенное Животное На Которого Возлагали Руки Должно Было Быть Убита Путем Перерезания Горла И Пролития Его Крови А затем Оно Должно Было Быть Сожжено На Жертвеннике Место Вокруг Жертвенника Всесожжения Всегда Было Наполнено Дымом От Сожженного Мяса Жир Жир Дерево А его Рога И земля Под ними Все время Были Залиты Кровью Жертвенных Животных Жертвенник Всесожжения Был Местом Прощения Грехов Где Приносились Жертвы Богу Чтобы Смыть Все Грехи Народа Израиля Этот Жертвенник Всесожжения Над Которым Постоянно Стоял Столб Дыма Имел Форму Квадрата С Длиной Каждой Из сторон В Два Метра Двадцать Пять Сантиметров А Высотой Один Метр Тридцать Пять Сантиметров Посредине Находилась Жаровня Из Метной Решетки И дым Непрерывно Поднимался От Жертвы Которая Сжигалась Огнем От Дерева На Этой Жаровне В Связи С Этим Место Где Сжигались Жертвы Приносимые Богу Называлось Жертвенником Всесожжения Утварь Жертвенника Всесожжения Была Сделана Из Меди Жертвенник Всесожжения Сам По Себе Был Сделан Из Дерева Акации И покрыт Медью Утварь Жертвенника Всесожжения Которая Использовалась Для того Чтобы Удалять Накопившуюся Золу Также Была Изготовлена Из Меди Это Медь Алтаря Жертвенника Всесожжения Имеет Особое Духовное Значение Медь Подразумевает Наказание За грех Пред Богом Таким Образом Жертвенник Всесожжения Является Местом Которое Четко Нам Показывает Что Грешники Обязательно Будут Наказаны За Свои Грехи Бог Обязательно Накажет Людей За Их Грехи Место Где Жертвенные Животные Будучи Сожженными Несли Искупительное Наказание Во имя Грешников Было Жертвенником Всесожжения А сам Жертвенник И вся Его Утварь Были Изготовлены Из меди Поэтому Все Это Говорит Нам Что Каждый Грех Более Чем Определенно Влечет За Собой Наказание Жертвенник Показывает Нам Что Из-за Своих Грехов Люди Обречены Понести Наказание И Быть Преданы Смерти Но Принося Своих Жертвенных Животных На Жертвенник Всесожжения И Отдавая Их Богу Они Могут Омыться От Своих Грехов И Продолжать Жить Получив Прощение Тот Факт Что Животные Приносились В жертву На Жертвеннике Всесожжения Говорит Нам О том Что Крещение Иисуса Христа И Его Пролитие Крови Простило Грехи Верующих Поэтому Вера Которая Породила Обряд Жертвоприношения На Жертвеннике Всесожжения Имеет Своё Продолжение Во времена Нового Завета Как Вера В Крещение И Кровь Иисуса Христа Когда Мы Веруем В Иисуса Христа Как Своего Спасителя Мы Должны Отдавать Богу Свою Веру В Крещение Иисуса И Его Кровь Как В наше Спасение От Греха В Ветхом Завете Эта Вера Обнаруживается В Вере Которая Поднимает Завесу Ворот Сплетённую Из Голубой Пурпуровой И червленой Нитей И Крученного Вессона И Входит Во двор Скиньи Все Животные Принесённые В жертву На Жертвеннике Всесожжения Символизируют Иисуса Христа Что Сделал Иисус Христос Когда Пришёл На Землю Мы Все Были Грешными Мы Согрешили Против Бога И Нарушили Его Закон И Заповеди Однако Чтобы Смыть Все Наши Прегрешения Иисус Принял Крещение От Иоанна И Взял На Себя Все Грехи Мира А В Наказание За Них Пролил Свою Кровь На Кресте Подобно Тому Как Жертвенное Животное Несло Грехи Израильтян Которые Были Переданы Ему Возложением Рук И Впоследствии Было Убито И Сожжено На Жертвеннике Всесожжения Так И Иисус Христос Придя Непорочным На Эту Землю И Приняв Крещение Смог Пролить Свою Жертвенную Кровь И Умереть На Кресте Вместо Нас Будучи Пригвожденным Кресту И Пролив Свою Кровь Наш Господь Понес Наказание За Все Грехи Вместо Нас А Понеся Наказание За Наши Грехи Он Спас Нас От Всех Грехов И Осуждения За Них Иисус Христос Который Стал Истинной Сущностью Этого Жертвенника Всесожжения Что Он Сделал Когда Пришел На Эту Землю Иисус Христос Спас Нас Крещением Своим Взяв На Себя Все Наши Грехи Будучи Распятым И Приняв Смерть На Кресте И Воскреснув Из Мертвых Наш Господь Пришел На Эту Землю Чтобы Совершить Наше Полное Спасение И Затем Вознесся На Небеса Мы Не Можем Не Грешить Ежедневно Существует Также Еще Одно Значение Жертвенника Всесожжения Которое Является Восхождением Вы И Я Мы Грешим Каждый День Поэтому Мы Должны Всегда Приносить Наши Жертвы Богу И В связи С этим Дым Осуждения За Наши Грехи Всегда Восходит К Богу Есть Ли Такой День Когда Бы Вы Не Совершили Греха И Прожили Бы Этот День В Совершенстве Жертвоприношения Народа Израиля Приносились Беспрерывно До тех пор Пока Священники Окончательно Не Истощались От того Что Приносили Жертвы И Прощали Бесчисленное Количество Грехов Израильтян И Уже Не могли Выдерживать Этого Поскольку Народ Израиля Нарушал Закон И Грешил Против Бога Каждый День Они Должны Были Каждый День Приносить Жертвы Искупления Моисей Будучи Представителем Израиля Объявил Шестьсот Тринадцать Статей Закона Из заповедей Божьих Израильтянам Итак Если вы будете Слушаться Гласа Моего И соблюдать Завет Мой То будете Моим Уделом Из всех Народов Ибо Моя Вся Земля А вы Будете У меня Царством Священников И народом Святым Исход Глава Девятнадцатая Стихи Пятый Шестой Народ Израиля Тогда Пообещал Все Что Сказал Господь Исполним Исход Глава Девятнадцатая Стих Восьмой Поэтому Народ Израиля Хотел Признавать И верить В такого Бога Который Появился Перед Моисеем И через Моисея Говорил с ними Как их Истинный Бог И они Хотели Чтобы Этот Бог Защищал Их Соблюдая Все Что Наказал Им Господь Они Также Хотели Стать Не только Особым Народом Для Бога Но Царством Священников И Святой Нацией Которая Принадлежала Богу Поэтому Они Пытались Соблюдать Все Заповеди Божьи Которые Он Дал Им Знал Ли Бог Что Израильтяне Будут Грешить Конечно Знал Вот Почему Бог Призвал Моисея На Гору Синай Показал Ему Скинию В Видении Детально Объяснил Ее Размеры И Форму Бог Наказал Моисею Построить Ее Соответственно Всем Указанием Кроме Того Он Установил Обряд Жертвоприношения По которому В скинии Должны были Совершаться Жертвоприношения В качестве Жертвы Народ Израиля Должен был Приносить Богу Тельца Овцу Козла Горлицу Или Голубя И за Некоторым Исключением Израильтяне Должны Были Передавать Грехи Жертвенному Животному Возложив Руки На Его Голову Левит Глава Первая Стих Первый Четвёртый Затем Перерезав Этому Животному Горло Они Брали Его Кровь И Отдавали Эту Кровь Священнику Священник Брал Эту Кровь Окроплял Ею Рога Жертвенника А Оставшуюся Кровь Проливал На Землю После Этого Жертву Разрезали На Части Клали Эти Части На Жертвенник И Сжигая Их Предавали Их Богу Вот Как Израильтяне Могли Получить Прощение Своих Грехов Когда Жертва Сжигалась Они Должны Были Сжечь Не Только Ее Мясо Но Также Весь Жир Из Внутренностей И Печень Таким Образом Бог Прощал Грехи Израильтян Единственный Путь Получить Прощение Всех Грехов Когда Мы Смотрим На Самих Себя Мы Можем Действительно Понять Что Мы Не Можем Не Грешить Все Время Мы Живем Постоянно Греша Мы Совершаем Бесчисленное Множество Грехов По Самым Различным Причинам Мы Грешим Потворствуя Своим Слабостям Утоляя Вожделение Плоти Или Злоупотребляя Данной Нам Властью Даже Среди Тех Что Веруют В Иисуса Христа Как Своего Спасителя Нет Ни Одного Кто Бы Не Согрешил Единственным Путем Для Нас Постоянно Согрешающих Несмотря На то Что Мы Верим В Бога Является Смыть Все Наши Грехи И Получить Спасение Благодаря Вере В Крещение Иисуса Христа Иисус Является Нашим Богом Который Пришел Водой И Кровью Первое Иоанна Глава Пятая Стих Шестой Он Пришел На эту Землю Голубой Пурпуровой И Червленой Нитями И Крученным Вессоном Как Искупительной Жертвой На Жертвеннике Всесожжения Если Иисус Приняв Крещение Взял На себя Наши Грехи И Заплатил За них Пролив Кровь И Приняв Смерть На Кресте То Как Же Мы Могли Не Получить Прощение Грехов По Вере Благодаря Спасению Нашего Мессии Иисуса Христа По Вере Вы И Я Можем Получить Прощение Всех Наших Грехов Сразу Хотя Мы На самом Деле Грешим Постоянно Благодаря Крещению И Крови Которые Исполнил Иисус Христос Когда Пришел На эту Землю Мы Смогли Освободиться От Всех Наш Грехов Наш Господь Взял На себя Все Наши Грехи Крещением Своим Понес Все Грехи Мира На Крест Был Распят И Таким Образом Полностью Освободил Нас От Всех Наших Грехов Принимая Крещение За Все Наши Грехи Понеся Наказание За Все Эти Грехи Своим Распятием И Воскреснув Из Мертвых Он Полностью Спас Нас Верующих В Эту Истину Хотя Мы Никак Не Могли Избежать Наказания За Наши Грехи Но Благодаря Любви Спасения И Милости Которую Иисус Даровал Нам Через Голубую Пурпуровую И Червленую Нити Вы И Я Были Спасены По Вере Иными Словами Бог Спас Нас От Наших Грехов Именно По Вере В Него Мы Смогли Освободиться От Всех Наших Грехов Вот О чем Говорит Нам Жертвенник Всесожжения Вы Можете Подумать Что Внутри Скиньи Все Было Красиво Но Если Бы Вам Довелось Зайти В Ее Двор Вы Бы Столкнулись С Неожиданно Отвратительной Сценой Медный Жертвенник Всесожжения По Форме Прямоугольник Ужасал Бы Тем Что Постоянно Источал Дым И Огонь Грешники Заходя Во двор Скиньи Видели Медный Жертвенник Земля Под ним Была Пропитана Кровью И Каждый Понимал Что Это И Есть Место Наказания За грех Поскольку Это Было Местом Где Каждый День Приносились Жертвы То У Вас Бы Перехватило Дыхание От Зловонья Горящего Мяса И Дерева Под Жертвенником Всесожжения Кровь Лилась Рекой Когда Израильтяне Согрешали Они Приносили В скинью Своих Жертвенных Животных Возложением Рук Передавали Им Свои Грехи Перерезали Им Горло Брали Кровь И Отдавали Эту Кровь Священникам Священник Затем Окроплял Этой Кровью Рога Жертвенника Всесожжения И Остаток Проливал На Землю Затем Жертву Разрезали На части И Вместе С ее Почками И Жиром Клали Мясо На Решетку Жаровни И Сжигали Их Когда Течет Кровь Она Сначала Очень Жидкая Ярко Красного Цвета Однако Через Некоторое Время По мере Свертывания Она Становится Достаточно Густой Если бы Вам Действительно Довелось Зайти В Скинию Вы бы Увидели Всю Эту Ужасающую Картину Всякий Раз Когда Израильтяне Нарушали Заповеди Божьи Благодаря Жертвеннику Всесожжения Они Они Понимали Что Заслуживают Такой Же Смерти Как И Жертвы На Жертвеннике Почему Потому что Бог Заключил С ним Свой Завет Кровью Если Вы Исполняете Мой Закон Вы Станете Моим Народом И Царством Священников Но Если Вы Не Сможете Исполнять Его Вы Должны Умереть Как Умирают Эти Жертвенные Животные Вот Как Бог Установил Свой Закон Кровью Поэтому Народ Израиля Принимал Его Как Данный Факт Что Если Они Согрешат И Нарушат Закон Они Должны Пролить Свою Кровь На самом Деле Не Только Израильтяне Но И Все Те Кто Веруют В Бога Должны Также Приносить Кровь Жертвы За Свои Грехи Это Говорит Нам О том Что Каждый Кто Согрешает Пред Богом И Таким Образом Имеет Грех В своем Сердце Независимо От того Насколько Он Мал Или Велик Должен В итоге Понести Наказание За Этот Грех Хотя Закон Наказания Гласящий Возмездие За Грех Смерть Применим К каждому Перед Богом В мире Не Так Уже Много Людей Кто Действительно Боится Наказания Божьего И Таким Образом Пытается Посвятить Себя Закону Божьего Спасения Отраженному В его Обряде Жертвоприношения Жертвенник Всесожжения Говорит Нам Что Согласно Закону О том Что Возмездие За грех Является Смерть Иисус Христос Спас Нас От Грехов И Наказания Голубой Пурпуровой И червленой Нитями И Крученным Вессоном Завесы Ворот Двора Скинии Для нас Которые Грешат Беспрестанно И должны Нести Наказание За грех Христос Пришел На эту Землю Во плоти Человека Взял На себя Все грехи Человечества И Приняв Крещение От Иоанна Понес Эти грехи На крест Был Распят И Пролил Кровь На кресте Претерпел Страшные Мучения И боль Распял Себя И Тем Самым Спас Нас От Всех Наших Грехов Поскольку Христос Распял Своё Тело И Таким Образом Спас Нас Что Теперь Вы И Я Можем Быть Освобождены От Всех Наших Грехов По Вере Иными Словами Во Спасение Тех Кто Не Могли Избежать Смерти Из-за Своих Грехов Иисус Христос Взял На Себя Все Наши Грехи Своим Крещением Принял Смерть На кресте Воскрес Из Мертвых И Спас Нас От Всех Грехов И Наказания За Них Когда Мы Смотрим На Жертвенник Всесожжения Мы Можем Иметь Такую Веру Видя Что Жертвенное Животное Всегда Умирает Мы Можем Понять И Поверить Что Несмотря На То Что Из-за Наших Ежедневных Грехов Мы Должны Умереть Бог Не Превратил Нас В Жертвенных Животных Напротив Он Сам Пришел На Эту Землю И И Исполнил Своё Спасение Приняв Крещение Пролив Свою Кровь На Кресте И Воскреснув Из Мертвых И Иисус Спас Нас Вот Почему Бог Отец Принял Жертву Израильтян И Простил Им Все Их Грехи Вместо Того Чтобы Наказать Их За Грех Наказав Народу Израиля Передавать Свои Грехи Жертвенному Животному Возлагая Руки На Его Голову И Убивать Его Принося Ему Кровь Мясо И Жир Бог Простил Грехи Израильтян Через Это Жертвоприношение Он Также Смыл С нас Все Наши Грехи Ничто Другое Кроме Этого Не Является Милостью Божьей И Его Любовью Бог Имел С нами Дело Не Иначе Как Через Закон Если бы Богу Нужно Было Судить Вас И Меня И Весь Народ Израиля Согласно Его Закону Сколько Людей Осталось Бы В живых На Земле Если Бы Бог Судил Нас Только По Своему Закону Никто Из Нас Не Прожил Бы И Дня Подавляющее Большинство Не Прожило Бы Более Двадцати Четырех Часов И Умерли Бы Через Несколько Минут Некоторые Из Нас Вероятно Умерли Бы Через Час Другие Через Десять Часов Разница Здесь Незначительна В Любом Случа Мы Все Были Бы Достойны Смерти Люди Не Смогли Бы Жить Столько Сколько Они Живут Сегодня Достигая Шестидесяти Семидесяти Восьмидесяти И Более Лет Каждый Из Них Сразу Же Понес Бы Наказание Подумайте О том Что Произошло Сегодня Утром Ваш Ваш Сын Долго Сопротивлялся Не Желая Вставать С Кровати И Это Притом Что Всю Ночь Он Провел Где-то На Вечеринке Ваша Жена Пытается Разбудить Его В Результате Возникает Страшный Крик Это Ваш Сын Кричит На Мать Пытающуюся Разбудить Его А Ваша Жена Соответственно Кричит На Сына За То Что Тот Кричит На Нее Так Начинается Утренняя Война В итоге И Мать И Сын Они Грешат Перед Богом И Никому Из Них Не Суждено Было Бы Прожить И Дня Потому Что Им Пришлось Бы Понести Наказание За Совершенный Грех Но Бог Поступил С нами Не По Его Праведному Закону Не По Беззакониям Нашим Сотворил Нам И Не По Грехам Нашим Воздал Нам Псалтирь Псалом 103 Стих 10 Вместо Вместо Того Чтобы Судить Нас Своим Праведным Законом Бог Наоборот Приготовил Нам Жертву Которая Вместо Нас Исполнила Праведный Закон Он Наказал Нам Передать Этой Жертве Наши Грехи Возложив Руки На Эту Жертву И Наказал Принести Ему Кровь Этой Жертвы Вместо Нашей Жизни Тем Самым Бог Принял Жизнь Этой Жертвы Вместо Нашей Жизни И Простил Все Грехи Человечества Включая Беззакония Тех Израильтян И Наши Он Спас Нас И Позволил Нам Жить Снова Даровав Верующим Спасение От Грехов Бог Превратил Народ Израиля В Священников Царства Божьего Под Жертвой Здесь Подразумевается Никто Иной Как Иисус Христос В силу Наших Грехов Иисус Христос Стал Этой Жертвой И Чтобы Спасти Нас Ему Пришлось Понести Наказание За Грех Своим Крещением Он Взял На Себя Все Наши Грехи Пролил Кровь И Умер На Кресте Чтобы Спасти Нас От Всех Наших Грехов Сын Божий Единородный Пришел На Эту Землю Во Плоти Человека И Покорно Выполняя Волю Своего Отца Стал Жертвой Во Искупление Наших Грехов Взяв На Себя Все Грехи Человечества Своим Крещением Полученным От Иоанна Понеся Эти Грехи На Крест Будучи Распятым Пролив Свою Кровь И Тем Самым Принеся Себя В Жертву Он Принял Смерть И Воскрес Из Мертвых Соделов Все Это Иисус Полностью Спас Вас И Меня Когда Мы Слышим Слово Спасения Говорящее Нам Что Иисус Вместо Нас Принял Крещение Был Распят И Воскрес Из Мертвых На Третий День Наши Сердца Охватывает Несказанная Радость И Вдохновение Поскольку Он Который Безгрешен Вместо Нас Принял Крещение Благодаря Которому Все Грехи Перешли На Него И В качестве Возмездия За Эти Грехи Он Претерпел Всяческие Гонения Боль И Страдания И В конце Концов Смерть То есть Все Что На самом Деле Должны Были Понести Мы Если Христос Подобным Образом Спас Нас От Наших Грехов То Нет Ничего Более Мерзкого И Отвратительного Чем Неверие В Эту Истину Мы Должны Верить В Спасение Исполненное Через Голубую Пурпуровую И Червленую Нити Поскольку Иисус Христос Своим Крещением Взял На Себя Наши Грехи И Понес Наказание За Эти Грехи Вместо Нас И Поскольку Он Спас Вас И Меня От Наших Грехов Принеся Себя В Жертву Вместо Нас То Мы Все Должны Иметь Такую Веру Чтобы Могли Сказать Благодарю Тебя Господи Несмотря Несмотря На То Что Многие Люди Приходят В восторг От Любовных Историй Различных Жизнеописаний Или Просто Душесчипательных Рассказов Когда Речь Заходит О Безоговорочной Божьей Любви Их Сердца Остаются Холодными Как Лед В то Время Как Милость Нашего Господа Столь Велика Что Он Принял Крещение И Умер На Кресте Вместо Нас Все Еще Есть Злые Люди Которые Не Могут Понять Эту Милость И Не Благодарят Его За Все Иисус Христос Сын Бога Пришел На Эту Землю И Стал Жертвой За Нас Он Принял Все Грехи На Своё Тело Своим Крещением И Распял Себя Положив Своё Тело На Крест Его Били Раздели Донага Преследовали И Угнетали За Нас Вот Как Он Спас Нас Именно По Вере В Эту Истину Мы Стали Детьми Божьими Это Является Величайшим Вдохновением Для Всех Людей На Земле Великая Милость Божья Которую Невозможно Выразить Словами В то Время Как Христос Подобным Образом Спас Нас Я Чрезвычайно Огорчаюсь Когда Вижу Как Многие Люди Всё Ещё Не Верят И Не Благодарят Его Даже После Того Как Услышат Это Благодаря Тому Что Иисус Пришёл На Эту Землю Принял Крещение И Распял Себя Вы И Я Были Спасены От Всех Наших Грехов Исайя Глава 53 Глава 5 Говорит Но Он Изъязвлён Был За Грехи Наши И Мучим За Беззакония Наши Наказание Мира Нашего Было На Нём И Ранами Его Мы Исцелились Мы Грешим На Протяжении Всей Жизни Чтобы Спасти Нас Которые Не Могут Избежать Осуждения От Всех Наших Грехов Наказание За Них Погибели И Проклятия Наш Господь Покинул Престол Царства Небесного И Спустился На Нашу Землю Он Склонил Голову Перед Иоанном И Принял Крещение Понёс Эти Грехи На Крест И Много Страдал Он Пролил Всю Кровь Своего Сердца На Землю Воскрес Из Мёртвых Стал Жертвой За Нас И Стал Истинным Богом Нашего Спасения Думаете Ли Вы Об Этом Факте И Храните Ли Его Глубоко В Сердце Когда Вы Слышите Слово Единственно Правильным Что Вы Можете Делать Является Верить И Быть Вдохновлённым Тем Что Иисус Действительно Пришёл На Эту Землю Во Плоти Человека И Что Он Принял Крещение И Смерть Через Распятие На Кресте И Воскрес Из Мёртвых Чтобы Спасти Свой Народ От Грехов Если Мы Понимаем Что Нам Всем Было Уготовано Оказаться В Аду То Мы Можем Глубоко В Сердце Осознать Сколь Вдохновенно И Благодатно Это Спасение Хотя Мы Хотели Верить В Бога И Стать Его Народом Мы Не Могли Достичь Этого Однако Вас И Меня Которые Истинно Стремились К Прощению Грехов Он Встретил Своим Словом Истины О Том Что Иисус Пришёл На Эту Землю Принял Крещение Умер На Кресте И Воскрес Из Мёртвых На Третий День Если Бы Не Жертва Иисуса Как Бы Мы Могли Получить Прощение Никогда Не Смогли Бы Если Бы Не Крещение Иисуса И Кровь На Кресте И Если Бы Не Спасение Голубой Пурпуровой И Червленой Нитями И Крученным Вессоном Обнаруживаем Ими В Скинии Спасение Могло Бы Стать Для Нас Лишь Летним Сном Если Бы Не Жертва Иисуса Мы Никогда Не Смогли Бы Освободиться От Наших Грехов И Избежать Наказания За Них Но Были Бы Брошены В Вечный Огонь И Терпели Бы Вечные Муки Тем Не Менее Христос Спас Нас Тем Что Подобно Ветхозаветной Жертве Распял Себя Вместо Нас Спасение Голубой Пурпуровой И Червленой Нитями Нитями И Сполненное В Новом Завете Мои Возлюбленные Читатели Вы Никогда Не Должны Забывать Истину Голубой Пурпуровой И Червленой Нитей Которые Использовались При Устройстве Скинии Крученный Весон Является Словом Ветхого И Нового Завета Словом Которое Бог Уже Давно Обещал И Которое Гласит О том Что Он Сам Придет К нам В качестве Спасителя И Возьмет На себя Все Грехи Своим Крещением Иными Словами Он Принял Крещение Согласно Своему Обещанию Спасти Нас От Наших Грехов И Освободить Нас От Осуждения За Грех Чтобы Взять На себя Все Грехи Совершенные Каждым Человеком В этом Мире Он Принял Крещение От Иоанна И На самом Деле Понес На себе Все Грехи Мира Вы Никогда Не Должны Забывать Об этом Потому Что Если Мы Забудем Что Иисус Пришел В качестве Жертвы И Взял На себя Все Наши Грехи Своим Крещением Мы Не Получим Спасения Зачастую Мы Живем В этом Мире Придавая Слишком Много Значения Своей Персоне Сердца Людей Таковы Что Несмотря На то Что Они Терпеть Не Могут Когда Кто-либо Хвастает В их Присутствии Тем Не Менее Сами Они Любят Прихвастнуть Однако Пришло То Время Когда Я Начал Хвалиться Не Собою Но Кем-то Другим Именно Тогда Я Стал Благодарить Иисуса За то Что Он Спас Меня Голубою Пурпуровою И Червленою Нитями И Крученным Вессоном Другими Словами Я Начал Хвалиться Иисусом Теперь Настолько Часто Насколько Это Возможно Я Рассказываю И Хвалюсь Тем Что Иисус Пришел На Эту Землю Для Того Чтобы Взять На Себя Все Наши Грехи Что Он Взял Их На Себя Во Время Крещения Что Иисус Мог Быть Распят Потому Что Был Крещен Вот Каким Образом Господь Спас Нас Я Не Перестаю Хвалиться Этой Истиной Проповедовать Ее И Воздавать Славу Богу Тем Не Менее Существует Слишком Много Людей Которые Которые Хотя И Говорят О Том Что Верят В Иисуса Проповедуют Слово Которое Оставляет Без Внимания Его Крещение Или Они Лишь Хвастают Собою Используя Его Имя Был Один Лжеслужитель Который Утверждал Что Тратит На Жизнь Всего Лишь 300 Долларов В Месяц Он Говорил Об Этом Как О Большом Достижении Он Постоянно Хвастал Тем Что Может Обойтись Трема Стами Долларами В Месяц И Что Ему Никогда Не Требуются Деньги Когда Он Путешествует Потому Что Его Расходы Всегда Оплачивают Его Последователи Однако Разве Деньги Его Последователей Не Те Же Деньги Не Уже Ли Эти Деньги Не Считаются Ему Как Его Расходы Этот Христианский Лидер Утверждал Что Все Что Он Должен Был Делать Это Молиться О Том Что Ему Было Нужно Господь Покрой Мои Транспортные Расходы Я Верю В Тебя Господь По Его Словам Услыхав Эту Молитву Какой Нибудь Святой Внезапно Раскрывал Свой Кошелек И Протягивал Ему Горсть Наличных Денег Глядя На Таких Людей Которые Говорят Об этом Так Как будто Этим Можно Хвалиться Какие Мысли Приходят На Ум В Евангелии От Матфея Глава Третья Стихи Тринадцатый Семнадцатый Говорится Тогда Ибо Иоанн 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 Допускает Его И крестившись Иисус Тотчас Вышел Из воды И Се Отверзлись Ему Небеса И увидел Иоанн Духа Божия Который Сходил Как Голубь И не Спускался На Него И Се Глаз С Небес Глаголющий Сей Есть Сын Мой Возлюбленный В Котором Мое Благоволение Этот Отрывок Описывает Что Произошло Когда Иисус Принял Крещение Когда Иисус Принял Крещение На Реке Иордан И Вышел Из воды Ворота Небес Отворились И все Услышали Глаз Бога Отца Сей Есть Сын Мой Возлюбленный В Котором Мое Благоволение Иоанн Креститель Был Просто Потрясен В тот Момент Иоанн Креститель Дважды Испытал Чувство Потрясения На Реке Иордан Впервые Он Был Изумлен Когда Увидел Как Иисус Подходил К нему С просьбой Чтобы Он Крестил Его И Он Также Был Потрясен Когда После Креста Небес Отверзлись И С небес Раздался Голос Бога Отца Какова Причина По которой Иисус Принял Крещение У Иоанна Крестителя Евангелие От Матфея Дает Нам Ответ Давайте Прочитаем Снова Стихи Пятнадцатый И Шестнадцатый Но Иисус Сказал Ему В ответ Оставь Теперь Ибо Так Надлежит Нам Исполнить Всякую Правду Тогда Иоанн Допускает Его И Крестившись Иисус Тотчас Вышел Из воды И Се Отверзлись Ему Небеса И Увидел Иоанн Духа Божия Который Сходил Как Голубь И Не Спускался На Него Евангелие От Матфея Глава Третья Стих Пятнадцатый Раскрывает Нам Причину Почему Иисус Принял Крещение От Иоанна Крестителя Несмотря На то Что Иисус Был Первосвященником Царства Небесного И Сыном Божьим Единородным Тем не менее Он пришел На эту землю Чтобы Спасти Нас Свой Народ От Всех Наших Грехов Другими Словами Иисус Пришел На эту Землю Как Жертва Которая Должна Была Заплатить За Все Наши Грехи Взяв Эти Грехи На Себя И Став Жертвой Вместо Нас Вот Почему Иисус Стремился Получить Крещение У Иоанна Однако Почему Иисус Был Крещен Никем Иным Но Иоанном Крестителем Потому Что Иоанн Креститель Являлся Представителем Всего Человечества Потому Что Он Был Величайшим Из Рожденных Женщинами Людей В Евангелии От Матфея Глава Одиннадцатая Стих Одиннадцатый Говорится Из Рожденных Женами Не Восставал Больший Иоанна Крестителя Иоанн Креститель Был Служителем Божьим О Котором Пророчествовалось Еще Во Времена Ветхого Завета В Книге Пророка Малахии Вот Я пошлю К вам Илью Пророка Пред Наступлением Дня Господня Великого И Страшного Малахии Глава Четвертая Стих Пятый Иоанн Креститель Был Тем Самым Ильей Которого Обещал Послать Господь Почему Бог Призвал В качестве Ильи Именно Иоанна Крестителя Илья Был Пророком Который Обратил Сердца Израильтян К Богу В то Время Народ Израиля Поклонялся Ваалу Как Богу Но Илья Четко Показал Им Кто Является Истинным Богом Ваал Или Бог Иегова Он Был Пророком Который С верою Своей И через Жертвоприношение Показал Всему Народу Израиля Кто На самом Деле Является Живым Богом И таким Образом Вернул Израильтян Которые Поклонялись Идолам К Истинному Богу Вот Почему В конце Времени Ветхого Завета Бог Пообещал Я Пошлю Вам Илью Поскольку Все люди Которые Были Сотворены По Образу И Подобию Бога Находились На ложном Пути Идолопоклонства И поклонения Демонам Бог Бог Сказал Что Он Пошлет Им Своего Слугу Который Приведет Их Обратно К Богу Тот Кто Должен Был Прийти И был Иоанн Креститель В Евангелии От Матфея Глава Одиннадцатая Стихи Тринадцатый Четырнадцатый Говорится Ибо Все Пророки И закон Прорекли До Иоанна И если Хотите Принять Он Есть Илия Которому Должно Прийти Этот Илия Который Должен Прийти Никто Иной Как Иоанн Креститель В стихах Одиннадцатом И двенадцатом Сказано Истинно Говорю Вам Из Рожденных Женами Не восставал Больший Иоанна Крестителя Но Меньший В Царстве Небесном Больше Его От Дней же Иоанна Крестителя До Ныне Царство Небесное Силою Берется И Употребляющие Усилия Восхищают Его Поэтому Когда Говорится Что Из Рожденных Женами Не Восставал Больший Иоанна Крестителя Это Означает Что Господь Вознес Иоанна Крестителя Как Представителя Всего Человечества Бог Бог Сделал Так Что Иоанн Креститель Родился На Шесть Месяцев Раньше Иисуса И Бог Приготовил Его Как Последнего Пророка И Священника Ветхого Завета Поэтому Иоанн Креститель Как Первосвященник На земле Крестил Иисуса Христа И Таким Образом Передал Ему Все Грехи Человечества Иными Словами Причиной Почему Иисус Христос Был Крещен Иоанном Крестителем Заключалось В том Чтобы Крещением Этим Он Смог Взять На себя Все Грехи Человечества Вот Почему Иисус Сказал В Евангелии От Матфея Глава Третья Стих Пятнадцатый Оставь Теперь Ибо Так Надлежит Нам Исполнить Всякую Правду Поскольку Вся Правда Может быть Исполнена Только При Условии Что Во время Крещения От Иоанна Крестителя Все Грехи Мира Перейдут На Него Иисус Сказал Что Исполнить Ее Надлежит Именно Так Наш Господь Спас Грешников Таким Способом Это Крещение Которое Иисус Принял От Иоанна Является Тем же Что И Возложение Рук Во времена Ветхого Завета Иными Словами Это Было Возложение Рук Производимое Перед Жертвенником Всесожжения Во времена Ветхого Завета Для Передачи Грехов Жертвенному Животному Придя На Эту Землю И Приняв Крещение Иисус Христос Исполнил Обещание Возложения Рук Это Было Обещание Даваемое Всякий Раз Во Время Жертвоприношения За Ежедневные Грехи Когда Грешники Передавали Свои Грехи Жертвенному Животному Возлагая Руки На Его Голову Всякий Раз Когда Приносились Жертвы За Ежегодные Грехи На Десятый День Седьмого Месяца День Великого Очищения Посредством Которого Первосвященник Передавал Все Грехи Израильтян Совершенные Ими За год Жертвенному Животному Возложив Руки На Его Голову Подобно Ветхозаветному Рукоположению Иисус Приняв Крещение Принял Все Грехи Мира На Себя И тем Самым Он Смыл Все Эти Грехи И Поскольку Он Был Осужден За Эти Грехи Человечества То Он Понес Наказание За Эти Грехи Вместо Нас И Был Распят Вот Как Иисус Христос Мог Стать Истинным Богом Нашего Спасения Таким Образом Мы должны Истинно Признать Что Из-за Наших Грехов Мы не Можем Избежать Нашей Неминуемой Смерти И Осуждения Мы Должны Знать Это И Чувствовать Это И Мы Должны Понимать Что Иисус Христос Наш Спаситель Спас Нас Придя На Эту Землю И Будучи Принесенным В Жертву Ради Нас То есть Благодаря Его Деяниям Для Нашего Спасения Его Крещению Распятию И Воскресению Иисус Иисус Христос Смыл Все Наши Грехи И Полностью Спас Нас От Наших Грехов Мы Должны Также Верить Что Иисус Даровал Нам Спасение Что Он Исполнил Наше Спасение И Дал Нам Его В Качестве Его Дара Иисус Исполнил Всю Правду Согласно Которой Если Человек Уверует И Примет Эту Истину То Он Обязательно Будет Спасен Чтобы Заставить Нас Осознать Это Завеса Для Ворот Двора Скинии Была Соткана Из Голубых Пурпуровых И Червленых Нитей И Крученного Вессона Это Также Объясняет Почему Мы Должны Прежде Увидеть Жертвенник Всесожжения Если Поднимем Завесу И Войдем Во двор Скинии Жертвы Которые Приносились На Жертвенник Всесожжения Были Также Прообразами Того Пути Спасения Которым Иисус Христос Спас Нас Жертвенные Животные Приносимые На Жертвенник Всесожжения Должны Были Принять Беззаконие Грешников На Себя Через Возложение Рук И Пролитие Крови Вместо Грешников Затем Кровью Жертвенных Животных Окроплялись Рога Жертвенника А Ее Остаток Проливался На Землю После Этого На Жертвенник Всесожжения Приносились Мясо И Жир Этих Животных Таков Был Способ Которым Приносились Жертвы Богу Все Эти Подробности Жертвоприношения В точности Подтверждают Путь Которым Иисус Христос Стал Нашим Спасителем Иными Словами Посредством Жертвоприношений Бог Показал Нам Что Иисус Христос Придет На Эту Землю Чтобы Именно Таким Способом Спасти Нас Грешники Непременно Должны Были Возлагать Руки На Голову Жертвенных Животных Приносимых На Алтарь Всесожжения Вот Почему Скиния Рассказывает Нам О Евангелии Воды И Духа Придя На Эту Землю Иисус Христос Принял Крещение Чтобы Взять На Себя Все Грехи Человечества Крещение Является Прообразом Спасения Которое Христос Получил Чтобы Стать Жертвой От Всех Грешников Мира Пред Богом Отцом Благодаря Ветхозаветной Скинии Мы Можем Иметь Четкую Веру Подобно Тому Как Жертва Принимала Грехи Народа Израиля В день Очищения Посредством Возложения Рук Первосвященника И Как Она Была Принесена В Жертву Вместо Людей Потому Что Все Их Грехи Переходили На Нее Левит Глава Шестнадцатая Так И Иисус Христос Пришел На Эту Землю Чтобы Взять На Себя Наши Грехи И Стать Нашей Жертвой За Эти Грехи И Он Действительно Стал Жертвой За Нас И Таким Образом Спас Нас От Наших Грехов И Наказания За Них Мы Теперь Можем Полностью Верить В Это Спасение Любви Поверя В Эту Истину Мы Можем Благодарить И Воздавать Наш Долг Богу За Это Спасение Любви Которое Он Дал Нам Не Имеет Значения Сколь Много Аскини Может Знать Тот Или Иной Человек Потому Что Если Он Не Верит То Все Эти Знания Бесполезны Таким Образом Мы Должны Понимать И Верить Насколько Важным Является Для Нас Крещение Иисуса Христа В Скинии Было Три Завесы Каждая Из Которых Была Соткана Из Голубой Пурпуровой И Червленой Шерсти И Крученного Вессона Из-за Невежественности Люди Могут По-разному Толковать Каждую Из Завес Скинии Последовательность Нитей Была Такова Первая Голубая За ней Следовала Пурпуровая И червленая Нити И Крученный Вессон Лишь Таким Образом Сотканная Завеса Скинии Может Считаться Точно Описанной Как Настоящая Завеса Скинии Потому Что Именно Так Бог Заповедал Израильтянам Сделать Ее Во времена Ветхого Завета Существовала Причина Почему Завеса Должна Была Быть Сделана Таким Образом Независимо От Того Что Иисус Христос Был Рожден На Этой Земле Как Спаситель Человечества Во Плоти Человека И Благодаря Телу Девы Марии Если Бы Он Не Принял Крещение Чтобы В Первую Очередь Взять Наши Грехи На Себя Он Не Смог Бы Стать Истинным Спасителем Поэтому Голубая Нить Должна Была Ити Первой И Ее Смысл Имеет Чрезвычайное Значение Кому Мы Должны Верить Итак Мы Должны Верить В Иисуса Христа Который Спас Нас От Наших Грехов Мы Можем Быть Истинно Рожденными Свыше Только Тогда Когда Верим В Спасение Которое Сын Божий Иисус Христос Наш Спаситель Дал Нам Когда Мы Верим В Сына Божьего Как Бога Нашего Спасения И Когда Мы Верим В истину Согласно Которой Он Пришел На Эту Землю Взял На Себя Все Наши Грехи Сразу Приняв Крещение Ради Нас И Понес Наказание Вместо Нас На Кресте Мы Все Можем Получить Истинное Спасение Поскольку Иисус Христос Не Мог Взять На Себя Все Наши Грехи Иным Способом Как Только Своим Крещением Он Избрал Именно Этот Точный Способ Чтобы Пойти На Крест Пролить Свою Кровь И Умереть На Кресте Несмотря На То Что Он Является Сыном Божьим И Что Он Пришел На Эту Землю Как Наш Спаситель Если Бы Он Своим Крещением Не Взял На Себя Наши Грехи Наше Спасение В этом мире Никогда Не Произошло Таким Образом Для Вас Очень Важно В Точности Признать Библейские Истины Чтобы Пребывать В Полной Уверенности Что Ваши Грехи Были Смыты Все Сразу Допустим Что У вас Например Имеется Огромный Долг И Некто Вам Говорит Не Волнуйся Я Возмещу Твой Долг Тебе Не Стоит Волноваться Я Решу Эту Проблему Каждый Раз Когда Вы Встречаете Этого Человека Он Говорит Вам Разве Я Не Говорил Тебе Не Волноваться Я Же Говорил Тебе Что Я Позабочусь Об Этом Со Временем Этот Человек Становится Все Сердите Спрашивая Почему Ты Не Веришь Ему Даже Если Этот Человек Говорит Вам Каждый День Я Заплатил Твои Долги Просто Верь Мне Если Он На самом Деле Не Заплатил По Вашему Долгу Будете Ли Вы Действительно Освобождены От Этого Долга Просто Веря Ему Конечно Нет Независимо От Того Насколько Доверительно Он Говорит Вам Если Ты Поверишь Мне Все Твои Долги Будут Оплачены Если Он На самом Деле Не Оплачивает Их То Значит Ваш Долг Остается И Этот Человек Просто Обманывает Вас Поэтому Вы Спрашиваете Его Снова И Снова Так Ты Заплатил Мой Долг Затем Он Снова И Снова Повторяет Вам Почему Ты Так Сомневаешься Просто Поверь Мне Я Сказал Тебе Что Я Заплатил Все Твои Долги Все Что От Тебя Требуется Это Просто Верить Мне Но Тем Не Менее Ты Так Подозрителен Не Будь Таким Допустим Вы Доверились Ему Всем Своим Сердцем Но Независимо От Того Сколь Сильно Вы Будете Верить Ему Если Он На самом Деле Не Заплатил Ваши Долги Значит Его Слова Лживы Вот Какова Вера Сегодняшних Христиан Современные Христиане Говорят Иисус Спас Вас Пролив Свою Бесценную Кровь На кресте Он Понес Наказание За грех Именно Таким Образом Он Он Спас Вас Многие Пасторы Проповедуют Своим Прихожанам Именно Так Когда Кто-то Из Их Прихожан Поднимается И Говорит Им Я До сих Пор Грешен Они Говорят Это Потому Что У тебя Недостаточно Веры Ты Ты Должен Верить Еще Больше Поднимись В горы И попытайся Попаститься Верь Не Принимая Пищи Разве Я не могу Верить Не Отказываясь При этом От Еды Нет Ты Должен Пытаться Уверовать Еще Больше Соблюдая Пост Многие Из Сегодняшних Пасторов Говорят Вам Что Нужно Верить Но Тем Не Менее Они Не Решают Проблем Ваших Грехов Потому Что Только Упрекают Вас За Неверие С Вашей Стороны Вы Пытаетесь Верить Еще Больше Как Бы Трудно Это Ни Было Или Верите Слепо Однако Проблема Грехов Остается Что Же Здесь Не Так Как Это Можно Объяснить Люди Не Могут Иметь Истины Твердой Веры Потому Что Они Не Знают Что Иисус Взял На Себя Грехи Своим Крещением И Поэтому Они Верят В Заблуждение Которые Не Могут Решить Проблемы Их Грехов Независимо От Того Сколь Сильно Они Верят Приходит Ли Вера Безоговорочно Без Каких Либо Доказательств Конечно Нет Вера Приходит Вся Сразу Только Тогда Когда Вы Знаете Как Проблема Греха Была Решена И Когда Вы Веруете В Это Хотя Я Сомневался В Тебе Господь На самом деле Совершенно Очевидно Что Ты Уже Решил Проблему Моих Грехов Хотя Я И Стараюсь Не Верить В Твое Спасение Это Уже Просто Не В Моих Силах Потому Что Оно Столь Очевидно Благодарю Тебя Господь За Решение Моей Проблемы Иными Словами В Начале Мы Можем Сомневаться Но Поскольку Свидетельство Нашего Спасения Столь Очевидно То Дальнейшие Сомнения Уже Не Уместны В знак Очевидности Нашего Спасения Иисус Показал Нам Его Подтверждение Этого Под названием Евангелие Воды И Духа Я Заплатил Твой долг Вместо Тебя Только Когда Мы Смотрим На Это Письменное Подтверждение Которое Показывает Что Все Наши Грехи Были Оплачены Истинная Вера Приходит К нам Если Мы Не Имеем Свидетельства Того Как Господь Спас Нас И Как Наши Грехи Были Им Смыты Наша Вера Не Может Быть Правильной Даже Если Мы Заявляем Что Верим В Бога И Говорим Что Иисус Христос Сам Бог Является Нашим Спасителем Иными Словами У нас Нет Твердой Уверенности До тех Пор Пока Мы Не Увидели Письменного Подтверждения Уплаты Всех Наших Грехов Люди Которые Верят Не Видя Этого Письменного Подтверждения Могут Вначале Казаться Нам Имеющими Твердую Веру Но На самом Деле Их Вера Просто Слепа Это Не Более Чем Фанатическая Вера Вы Полагаете Что Фанатическая Вера Это Хорошая Вера Понравилось Бы Вам Если Бы Пастор С Фанатичной Верой Стал Требовать Такого Же Фанатизма От Остальных Веруйте Примите Огонь 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 Святой Дух Который Подобен Огню Наполни Нас Огнем Я Верю Что Господь Благословит Всех Вас Я Верю Что Он Исцелит Вас Когда Такой Пастор Показывает Такое Представление В ушах Аудитории Начинает Звенеть А Сердца Прыгать Голос Пастора Усиливается Громкоговорителями Высочайшего Качества И Когда Он Начинает Кричать Огонь 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 Сердца Аудитории Начинают Трепетать Под Магический Звук Его Голоса Затем Их Переполняют Эмоции Как будто Твердая Вера Действительно Сошла На них И они Вопят Приди Господь Иисус О Приди Святой Дух В это Время Пастор Еще Больше Подстегивает Эмоции Аудитории Говоря Давайте Помолимся Я верю Что Дух Святой Теперь Сходит На нас И наполняет Нас Всех За этим Ансамбль Исполняет Вдохновляющие Гимны Люди Возносят Руки Дичая От Иступления И накал Страстей Достигает Своего Апогея Затем Звучит Сигнал И Пастор Говорит Давайте Приносить Пожертвования Именно Этим Вечером Бог Хочет Получить Особое Даяние От вас Давайте Все Принесем Богу Особую Жертву Переполненные Своими Эмоциями Люди Начинают Выворачивать И Опустошать Свои Карманы Этот Лжепастор Уже Приготовил Огромную Кафедру Которая Достаточно Большая Чтобы Складировать За ней Собранные Деньги Напротив Кафедры Он Ставит Десятки Сачков Для Бабочек То есть Чаш Для Пожертвований Когда Ансамбль Начинает Играть Гимны И Сердца Людей Переполнены Возбуждением Он Посылает Своих Собирателей Бабочек Добровольцев Разносящих Чаши Для Пожертвования В Аудиторию Обманывая Людей Рассказами Будто Больше Пожертвований Означает Больше Благословений И Подстёгивая Эмоции Людей Такие Лжепастыри Вынуждают Людей Проливать Слёзы И Открывать Кошельки Всё это Делается Для того Чтобы Заставить Их Давать Больше Денег Лишая Их При этом Право Осмысления Происходящего И вместо Этого Разжигая Их Эмоции Это Не Основывается Ни на Слове Божьем Не Является Проповедью Как Таковой Но Есть Фанатичный Слепой Акт Граничащий С Мошенничеством Таким Образом Пасторы Чья Вера Фанатично Разжигают Эмоции Людей Чтобы Достичь Своих Собственных Скрытых Целей Если Мы знаем Что Наш Господь Своим Крещением Взял На Себя Все Наши Грехи И Если Мы Веруем В Иисуса Христа Как Нашего Спасителя Значит Нас Ничто Не может Потревожить Мы Пребываем В мире И Покое Единственное Что Вдохновляет Нас Так Это То Что Иисус Взял На Свои Плечи Наши Грехи И Принял Смерть Через Распятие На Кресте Когда Мы Думаем Об Этом О том Что Иисус Сам Бог Взял На Себя Все Наши Грехи Своим Крещением И Умер Чтобы Понести Возмездие За Эти Грехи Мы Становимся Безмерно Благодарными И Наши Сердца Исполняются Великой Радостью Это Спокойное Вдохновение Наших Сердец Гораздо Больше Чем Что Либо Иное В Мире Ни Романтическое Признание В Любви Ни Дар Самого Ценного Бриллианта В этом Мире Не Могут Сравниться С Ним И Наоборот Эмоционально Ориентированное Вдохновение Фанатиков Не Может Длиться Долго Они Могут Пребывать В В таком Состоянии Некоторое Время Но Греша Каждый День И Будучи Скомпроментированными Этими Грехами Они Не Могут Не Прятать Своих Лиц От Стыда Если Иисус Понес Наказание За Нас И Умер На Кресте Почему Я Грешу Каждый День Поэтому Они Теряют Своё Лицо И С Течением Времени Уже Не Могут Более Испытывать Такого Воодушевления И Что Ещё Больше Они Не Могут Идти К Богу Из-за Своего Стыда Вот Почему Бог Показал Нам Жертвенник Всесожжения Жертва Всесожжения Которая Приносилась На Этот Жертвенник Согласно Обряду Жертвоприношения Была Ничем Иным Как Иисусом Христом Нашим Спасителем Поэтому Жертвенник Всесожжения Показывает Нам Что Иисус Христос Пришёл На Эту Землю И На Самом Деле Спас Нас Всех Сразу Посредством Голубой Пурпуровой И Червленой Нитей И Крученного Вессона Бог Сделал Так Что Мы Увидели Этот Жертвенник Всесожжения И Он Хочет Чтобы Мы Были Спасены Веря В Него Что Мы Должны Делать В Нынешние Времена В Настоящее Время Для Нас Рождённых Свыше Есть Много Дел Прежде Всего Мы Должны Проповедовать Евангелие Воды И Духа По Всему Миру Мы Должны Распространять Истину О Голубой Пурпуровой И Червленой Нитях И Крученом Вессоне Тем Кто Ничего Не знает О Ней И Мы Должны Таким Образом Помогать Им Спастись От Наказания Огнём Ада Почему Потому что Есть Много Людей Которые Следуют За Иисусом Даже Не Понимая И Не Веруя В Евангелие Воды И Духа Которая Открывается В Скинии Нам Предстоит Ещё Немало Сделать Чтобы Донести Истину До Этих Людей Мы Должны Публиковать Наши Книги Которые Мы Рассылаем По Всему Миру До Того Как Наши Книги Достигнут Самых Отдалённых Уголков Земли Их Необходимо Перевести Отредагировать И Отпечатать Это Огромная Работа Требующая Времени Усилий И Средств Когда Мы Смотрим На Наших Собратьев И Священников Мы Видим Насколько Они Все Заняты Поскольку Все Святые И Служители Божьей Церкви Столь Напряжённо Работают Они Испытывают Большую Физическую Нагрузку Марафонец Пробегая Дистанцию Длиной 42 метра 195 сантиметров В какой-то момент Чувствует себя Настолько Уставшим И Измождённым Что Уже Не понимает Бежит Леон Или Делает Что-то Совершенно Другое Иными Словами При Физической Усталости Мысли Человека Становятся Неясными И Расплывчатыми Возможно И мы Достигли Подобного Этапа В нашей Гонке Евангелизации Жизнь Во имя Служения Евангелию Подобна Безостановочному Бегу На Длинную Дистанцию Бегу Марафонца Нам Всем Приходится Нелегко Поскольку Бег Наш Должен Продолжаться До того Самого Дня Когда Господь Наш Вернётся На Землю Но Поскольку Наш Господь Пребывает В нас Поскольку У нас Есть Евангелие Воды И Духа Поскольку Наша Вера Заключается В том Что Господь Спас Нас Голубой Пурпуровой И червленой Нитями И Крученным Вессоном И потому Что мы Верим В самую Настоящую Истину Мы Не можем Обрести Новые Силы Все 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 Благодаря Тому Что Иисус Даровал Нам Спасение Которые Вы И я Получили Совершенно Безвозмездно В качестве Дара Поэтому Наши Трудности Плоти Не Могут Потревожить Нас Наоборот Чем Больше Препятствий Встречается На пути Тем Больше Сил Обретает Праведник Я Истинно Благодарю Господа Духовно В наших Сердцах В наших Мыслях И нашем Действительном Окружении Мы Можем Чувствовать Новые Силы Которые Наш Господь Даровал Нам И что Он Живет С нами Поскольку Мы Можем Чувствовать Что Бог Помогает Нам И Поддерживает Нас И что Он С нами Мы Еще Больше Благодарим Его Так Апостол Павел Сказал Все Могу В Укрепляющем Меня Иисусе Христе Филиппийцам Глава 4 Стих 13 Мы Каждый День Признаем Что Не Можем Ничего Сделать Если Господь Не Вдохновит Нас Иисус Не Только Принял Крещение За Нас Но Он Также Принес Себя В Жертву За Нас Будучи Распятым На Кресте Принял Мученическую Смерть Воскрес Из Мертвых И Тем Самым Стал Нашим Спасителем Всякий Раз Когда Мы Смотрим На Жертвенник Всесожжения Мы Напоминаем Себе Об Этой Истине Жертвенник Всесожжения Был Сделан Из Дерева Акации И Был Покрыт Толстым Слоем Меди Его Высота Была Около Одного Метра Тридцати Пяти Сантиметров И Его Жаровня Медная Сетка Размещалась Посередине На Высоте Около Шестидесяти Восьми Сантиметров Мясо Жертвы Обычно Укладывалось На Эту Жаровню И Сжигалось Всякий Раз Когда Мы Смотрим На Жертвенник Всесожжения Мы Должны Смотреть На Себя Самих Какие Мы Есть Мы Должны Также Уметь Увидеть То Что Иисус Христос Взял На Себя Все Наши Грехи Приняв Крещение Во Плоти И Он Понес Наказание За Наши Грехи Пролив Кровь На Кресте Вы И Я Мы Действительно Не Можем Избежать Смерти Пред Богом Из-за Наших Грехов И Не Можем Избежать Осуждения Из-за Наших Грехов И Осуждения За Них Мы Не Могли Избежать Смерти И Вечного Проклятия Но Поскольку Иисус Христос Который Пришел На Эту Землю Как Вечная Жертва Искупления Принял Крещение И Умер За Всех Нас Подобно Жертве Ветхого Завета Мы Все Были Спасены Жертвенное Животное Может Выглядеть Таким Забавным И Милым При жизни Но Каким Отвратительным Оно Становится Когда Его Горло Рассечено После Принятия Грехов Посредством Возложения Рук И Оно Истекает Кровью То Что Мы Которые Заслуживаем Такой Же Страшной Смерти Избежали Наказания Истинно Является Великим Благословением Это Благословение Стало Возможным Потому Что Господь Даровал Нам Спасение Так же Как Показано В Голубой Пурпуровой И червленой Нитях И Крученном Виссоне Иисус Христос Пришел На Эту Землю Во Плоти Человека Спас Вас И Меня Своим Крещением И Кровью На Кресте И Таким Образом Даровал Нам Истинное Спасение Бог Даровал Спасение Вам И Мне Вы Верите В это Всем Своим Сердцем Вы Верите В этот Дар Спасения В Любовь Иисуса Мы Должны Все Иметь Такую Веру Когда Мы Смотрим На Жертвенник Всесожжения Мы Должны Понимать Что Иисус Христос Спас Нас Подобным Образом Он Был Принесен В Жертву Чтобы Даровать Нам Спасение Подобно Тому Как Руки Возлаг Возлагались На Голову Жертвы И Эта Жертва Истекала Кровью Так И Иисус Даровал Нам Наше Спасение Страдая Вместо Нас Вот Как Он Спас Нас От Наших Грехов Мы Должны Осознавать Это Верить В это В наших Сердцах Пред Богом И Всем Сердцем Благодарить Его Бог Хочет Чтобы Мы По Вере Получили В Дар Любовь Спасения Которое Он Даровал Нам Он Хочет Чтобы Мы Верили В Наших Сердцах В Спасение Крещением И Кровью На Кресте Которая Он Исполнил Придя Водой И Духом Я Надеюсь Что Вы Все Поверите В Любовь Нашего Господа В Ваших Сердцах И Истинно Примите Его Дар Спасения Вы Истинно Принимаете Это В Свои Сердца Кто Был Принесен В Жертву За Вас Однажды Я Видел Листовку В Которой Говорилось Кто Умрет За Вас Кого Вы Сегодня Видели Кто Утешил Вас Иисус Христос Был Принесен В Жертву За Вас Ваше Сердце Не Утешено Этим Кто Кто Самом Деле Понес Ваши Грехи Приняв Крещение И смерть На Кресте Вместо Вас Чтобы Смыть Все Ваши Грехи Кто Прольет Свою Кровь И Умрет Чтобы Даровать Вам Свою Любовь Кто Когда Нибудь Захочет Принести Такую Жертву Ради Вас Быть Может Ваши Родственники Ваши Дети Ваши Родители Никто Из Них Только Сам Бог Сотворивший Вас Чтобы Спасти Вас От Ваших Грехов Господь Пришел На Землю Во Плоти Человека Принял Крещение Чтобы Взять На Себя Все Наши Грехи Был Распят И Пролил Кровь Чтобы Понести Наказание За Эти Грехи Стал Нашим Истинным Спасителем Воскрес Из Мертвых Жив И Сейчас Даровав Нам Свое Спасение И Любовь Вы Истинно Хотите Принять Это Спасение Любви В Ваши Ваши Сердца Вы Действительно Верите В Ваших Сердцах Каждый Кто Поверит Обретет Господа И Каждый Кто Обретет Его Спасется Принятие Принятие Господа Означает Принятие Спасения И Любви Которую Христос Даровал Всем Нам Именно По Вере В Эту Любовь Это Прощение Грехов И Это Наказание За Грех Мы Спасены Такова Вера Которая Получает Дар Спасения Все В Скини Говорит Об Иисусе Христе Бог Не Требует От Нас Жертв Все Что Он Просит От Нас Это Вера В Дар Спасения Которое Он Даровал Нам В Наших Сердцах Я Пришел На Эту Землю Чтобы Даровать Вам Спасение Подобно Ветхозаветному Жертвенному Животному Я Взял На Себя Все Ваши Грехи Которые Перешли На Меня Через Возложение Рук И Подобно Этому Жертвенному Животному Я Понес Страшное Наказание За Ваши Грехи Вместо Вас Вот Как Я Спас Вас Вот Что Бог Говорит Нам Посредством Скинии Независимо От Того Как Бог Спас Нас Сколь Сильно Он Нас Возлюбил И Даровал Нам Совершенное Спасение Если Мы Не Верим В Это Все Бесполезно Соль Солонки Должна Быть Положена Ваш Суп Чтобы Он Был Подсоленным Точно Так Если Вы И я Не Верите Вашем Сердце Даже Столь Совершенное Спасение Господне Превращается В Совершенно Бесполезное Если Мы Не Благодарим Бога В наших Сердцах За Евангелие Воды И Духа И Не Принимаем Его В Наши Собственные Сердца Жертва Христа Становится Напрасной Спасение Может Стать Вашим Лишь Тогда Когда Вы Знаете Какую Жертву И Любовь Иисус Бог Спаситель Даровал Вам Когда Вы Примете Это Спасение Ваши Сердца И Будете Благодарить Его За Это Если Вы Не Примете Христов Дар Совершенного Спасения Ваши Сердца Но Только Поймете Его Разумом Значит Он Совершенно Бесполезен Все Что Вы Должны Знать Это Просто Осознать Истину Не Важно Как Долго Суп Варится На Плите Если Вы Только Думаете Положить Соль Но Но На Сам Деле Не Делаете Этого Ваш Суп Никогда Не Станет Соленым Вы Можете Спастись Только В том Случае Если Примете Это Спасение Ваше Сердца И Поверите Что Наш Господь Спас Вас От Ваших Грехов Приняв Крещение И Будучи Распятым За Вас Подобно Тому Как Жертвенное Животное Приносилось На Жертвенник Всесожжения Когда Бог Дает Вам Дар Спасения Просто Примите Его С Благодарностью Когда Наш Господь Говорит Нам Что Он Полностью Спас Нас Самым Верным Для Нас Является Просто Поверить В Это Исходит Ли Любовь Которую Бог Даровал Вам Только От Половины Сердца Конечно Нет Любовь Нашего Господа Совершенно Наш Господь Спас Вас И Меня Полностью И Совершенно Поскольку Он Крещением Своим Взял На Себя Все Наши Грехи И Умер На Кресте Для Окончательного Подтверждения Этого Факта Мы Не Можем Сомневаться В Его Любви Он Полностью Спас Нас И Даровал Нам Спасение Мы Все Должны Принять Этот Дар Спасения Которое Бог Дал Нам Допустим Что Я Держу Очень Ценные Ювелирные Украшения Усыпанные Самыми Дорогими Драгоценными Камнями Если Я Подарю Его Вам То Все Что Вы Должны Сделать Это Инстинктивно То Есть Не Задумываясь Принять Его Разве Не Так Как Легко И Просто Сделать Это Украшение Вашим Чтобы Такая Драгоценная Вещь Стала Вашей Все Что Вы Должны Сделать Это Просто Протянуть Руку И Взять Ее Вот И Все Если Вы Просто Раскроете Ваши Сердца И Передадите Иисусу Все Ваши Грехи Посредством Его Крещения Вы Все Сможете Легко Получить Прощение Грехов И Наполнить Ваши Пустые Сердца Этой Истиной Ведь Господь Сказал Что Дарует Вам Спасение Как Дар Спасение Может быть Вашим Если Вы Просто Протянете Руку И Возьмете Его Мы Можем Получить Наше Спасение Как Дар Не Заплатив За него Ни Копейки И Поскольку Бог Это Тот Которому Доставляет Удовольствие Делать Такой Подарок Каждому Кто Хочет Принять Его Благословенны Те Кто Принимают Его С Благодарностью Те Кто Принимают Любовь Божию В Радости Облачаются В Его Любовь И Они Являются Теми Кто Любят Дающего Потому Что Принимая Этот Дар Они Радуют Его Сердце Принятие Этого Дара Это Именно То Что Нужно Делать Только Когда Вы Принимаете Дар Совершенного Спасения Который Бог Даровал Вам Этот Истинный Дар Спасения Может Быть Вашим Если Вы Не Принимаете Его Ваше Сердце Значит Дар Спасения Никогда Не Может Быть Вашим Как Как Вы Не Старались Я Тоже Получил Дар Спасения Господь Принял Крещение Ради Меня Приняв Крещение Он Понес Наказание За Все Мои Грехи Он Принял Крещение Ради Меня Благодарю Тебя Господь Вот Какой Вере Я Пришел Таким Образом Теперь Я Безгрешен Я Получил Совершенное Прощение Грехов Если Вы Тоже Захотите Принять Прощение Грехов И Быть Спасенным Примите Его Прямо Сейчас Все Это Время Я Много Размышлял Об Этом Даре Спасения Даже Теперь Когда Я Снова Думаю О Нем Я Понимаю Что Нет Ничего Иного Что Я Смог бы Сделать Кроме Как Благодарить Бога За Мое Спасение Поскольку Эта Любовь Спасения Пребывает В Моем Сердце Я Никогда Не могу Забывать О Ней Когда Я Впервые Получил Мое Прощение Грехов Уверовав В Евангелие Воды И Духа В Истину Которая Открывается В Голубой Пурпуровой И Червленой Нитях И Крученом Вессоне Я Был Несказанно Благодарен Богу Даже Теперь После Того Как Прошло Столько Лет Я Все Равно Испытываю Ту же Благодарность В Сердце И Я Обновляюсь Каждый День Иисус Пришел На Эту Землю Чтобы Спасти Меня Принял Крещение Чтобы Взять На Себя Все Мои Грехи Когда Я Осознал Что Все Это Было Сделано Ради Меня Я Тут Принял Это Я Все Больше И Больше Понимаю Что Это Лучшее Что Я Когда-либо Делал В Своей Жизни Самое Мудрое И Лучшее Решение Из Всех Поэтому Я Верю И Признаю Что Господь Сделал Все Это Потому Что Он Полюбил Меня Господи Я От Всей Души Благодарю Тебя Я Люблю Тебя Так же Как Ты Полюбил Меня Такое Признание Является Великой Радостью Для Рожденного Свыше Любовь Нашего Господа Всегда Неизменна Так же Как Никогда Не Меняется Его Любовь К нам Наша Любовь К Нему Так же Не Может Никогда Измениться Временами Когда Мы Страдаем И Сталкиваемся С трудностями Наши Сердца Могут Сбиться С пути И Мы Можем Даже Желать Забыть И Предать Эту Любовь Но Даже Когда Мы Переполнены Нашей Болью И Наше Сознание Подводит Нас И Даже Когда Все Наши Мысли Сосредоточены На Нашей Боли Бог Все Еще Крепко И Верно Держит Нас Чтобы Сердца Наши Никогда Не Забывали О Его Любви Бог Любит Нас Всегда То Что Наш Господь Будучи Творцом Пришел На Эту Землю Как Творение Ради Нас Произошло Потому Что Он Возлюбил Нас И Отдал Свою Жизнь За Нас Я Прошу Вас Верить В Эту Любовь Божью Ради Вас Самих Же И Примите Ее В Ваши Сердца Теперь Вы Верите Я Благодарю Господа За то Что Любовью Своей Он Полностью Спас Нас От Наших Грехов Редактор субтитров